Нашими экскурсоводами в историю стали супруги Чернышевы. Анатолий Иванович со своими сверстниками, благовещенскими мальчишками, исследовал здесь каждую балочку. Дикие ирисы цветут именно там, где проходила линия военных укреплений Великой Отечественной. Это были укрепления. Вот даже видно, видите, полоса зарощая. Вот это, как сказать, соединение было трех, насколько я сейчас вижу, три или дальше, там их надо считать. Вот одно орудие стояло, да, там, или расчет какой-то полиметный. Да, его, да. Вот ямка вторая, там вот третья. И так, как, вы не соединялись они, они тут переходили. Вот это все со времен войны все осталось. Екатерина Васильевна и Анатолий Иванович Чернышевы с большой любовью рассказывают и об острове Буяне, и о том, сколько вулканов стояли на пути Одиссея, который странствовал именно этими морями. Дикие цветы своим цветовым разнообразием дополняют сказочность здешних мест. Поражает, что на одной лужайке сразу 5-6 цветовых раскрасок, каждый из которых излучает свой особенный аромат. Цветы эти нещадно копают, но копателей мы встречали на каждом шагу по Благовещенским барханам и курганам. Да и сами соблазнились. В румынских казематах, сложенных из кирпича, которые делали на Благовещенском кирпичном заводе, с легкостью нашли небольшую пулю. Но это мелочь по сравнению с тем, что находились здесь раньше. Нарвались на вот эти 45-миллиметровые снаряды и патроны, это все вместе, 45-миллиметровые пушки. Это значит, там высаживали. Их вымыло вот с песка, а в песке они сохраняются как новые. Прямо вот бери и стреляй. На Соленом озере и высадился один из знаменитых десантов, погибших в этих местах 25 и 26 сентября 43 года. Где начинается Кассандра, вот там большая часть там высадилась. Вот они высадились, 45-ки с собой тащили, минометы с собой тащили. 600 человек Иркутского стрелкового полка сложили здесь свои головы под гусеницами танков. Командир роты, капитан Шаповалов, москвич, был ранен в ногу. Он сел, взял в руки две гранаты, противотанковую и РГД. Танк надвигался, Шаповалов перевернулся и под него. Я видел, как на него наехал танк. Танк встал на дыбы ценой жизни капитана. Живых осталось только 25 человек. Все они приезжали на это потрясающе памятное место. В станице этих ветеранов знают каждого в лицо. А сибиряки установили здесь памятную плиту в память о погибших земляках. Маршрут же, которым провели нас супруги Чернышевы, невероятно увлекателен и полон потрясающих историй и исторических названий. Он вполне может стать новой туристической тропой. Редко встречающиеся в природе первые весенние цветы только подтверждают ценность этих мест.